Добрый вечер, дорогие мои зрители! Вот я поднялась в гору, где дети катались на санках, и снимаю. Видите, как все гурьбою итальянцы ходят? Их же никто не штрафует. Вот вам все вместе. И смотрите, какая всё-таки красота! Да, какая красота! Даже вечером при закате и уже выступает луна. И сегодня ночью будет снегопад. Я вот поднялась немножечко в гору, прошлась, чтобы надышаться морозом перед снегопадом. Вот, смотрите. Как интересно, так встретила случайно. Я вообще на эту дорогу никогда не поднималась в эту гору. Встретила случайно девчонку из Минска, белорусскую, которая живёт в Сан-Тропе. Мы с ней так разговаривали. Она слышала, что я веду блог на русском языке. И посалютовала меня, поздоровалась. И мы с ней так дружно поговорили, весело. Увидели оленей. В настоящих первый раз в жизни я увидела оленей. Так было классно вообще. Видите, какие эти заморозки. Я уже дальше боюсь идти, упасть. Лучше я вернусь на дорогу, которая очищена под этим... Под выхлопами... Под тёплыми выхлопами машин. Дороги более чистые внизу. Так вот. Мы с ней разговаривались. Оказалось, что у неё подруга живёт здесь много лет. Что они подруги с четырёх лет, из Минска. Подруга её здесь замужем. У них свой ресторан. Про этот ресторан мне очень много рассказывали. Но я вот как-то вот даже один-два раза хотела... Даже сегодня хотела зайти выпить там кофе. Потому что там очень солнечная веранда. И около речки. Но почему-то увидела, что слишком много народу. И думала, ладно, не буду заходить из-за одного кофе. И вдруг там слишком много народу. Вдруг что-нибудь какая-нибудь, как всегда. Я всё-таки верю, что можно заразиться. Потому что многие родственники, знакомые, впадуя, все друг от друга. Там уже даже не могут приехать, выехать в горы. У них даже свои собственные дома тоже здесь в Куртине. Но они не могут выехать, потому что сидят на карантине. Дети там всякие. То ли муж, то ли жена. Все, короче. И в конце концов, мы с ней так славно прогулялись. А потом пошли олени потихоньку настоящие. Я сделала вам красивое-красивое видео. Два про олени. Там про этот ресторан. Он оказался очень даже новый ресторан. С новыми инновативными саунами, бассейном. Там кухня-гурме. Но, к сожалению, людям с улицы нельзя в ресторане, отеле есть. Там могут харчевать только, которые живут в отеле. Номер снимают. Она рассказала, что там всего 10, как её называется, камер. 10 номеров. Ой, смотрите, какая реченька горная. Пусть утекут весь негатив, все обиды, всё плохое, всё нездоровье. Водичка, водичка, утеки, утеки. Совсем плохим, совсем нездоровым. Подальше, подальше от нас. И, в общем, она мне много интересного рассказала. Такая живёт из Сан-Тропе. Пролетела 20 декабря до вот этих всех запретных красных зон, до декретов, до указов. И рассказала, что останется здесь до Старого Нового года, как я поняла. А мы, наверное, уже уедем, потому что сегодня ночью начнётся очень сильный снегопад. И завтра, наверное, завалят дороги. И будет четыре дня, по-моему, идти снег сильный. Вот я спускаюсь в деревню, покажу сейчас вам маленькую церковь. И всё-таки даже при закате, как красиво горы светятся, девчонки. Я не могу, я не могу насмотреться на эту красоту. Но больше всего меня удивили олени. Это было так красиво. Я никогда в жизни не видела оленей. Я прямо так, знаете, всю вот эту вот осадок, который остался после этих карабинеров. Особенно один такой был, очень злостный такой. И прямо вот эта вот встреча с этой девушкой, встреча с этими оленями. Вот отсюда, с высоты, вид на горе меня прямо умиротворило, принесло мне мир и покой в мою душу, в моё сердце. Поэтому я себя уже прекрасно чувствую. Но, в принципе, я и прекрасно чувствовала и после их визита, потому что я знаю, что я права. Поэтому, когда я права, мне всё пофигу. У меня тоже свои принципы есть. Я, конечно, такая добродушная-добродушная. Внутри у меня, в принципе, есть. Я всё-таки в Советском Союзе родилась, девчонки. Я знаю, как закалялась сталь. Поэтому было так приятно. Такая хорошая. Вот белорусские, они всё равно вот белорусы. Они какие-то вот хороший народ тоже. Когда-то давным-давно была знакома с одним мальчиком белорусом, когда была молоденькая студентка. Мне очень понравились белорусы. Они были из Гомеля. И, в общем... О, Боже мой, идут люди сзади. Я боюсь, вдруг выйдут какие-нибудь волки или тигры. Амурские. Особенно лиса. Какая-нибудь голодная. И съест меня одну одиношеньку здесь. Сама, блин, хохочу. Это, наверное, эндорфин и гормоны счастья от воздуха горного. Да? Мне так весело почему-то. Надышалась, наверное, горным кислородом. И было очень приятно. Вот всё равно, девчонки, что бы там ни говорили, мальчишки. Когда люди добродушные, такие открытые, такие, знаете, с открытым сердцем с тобой узнакомятся, даже просто на улице с тобой заговаривают. Это так приятно. Вот я сама такая со всеми заговариваю, знакомлюсь. Там... Вот видите, какие добродушные тоже итальянцы. Такие хорошие. Видите, какой закат? Трамонто. Здесь закат, а здесь луна уже. Девчонки, красота спасёт мир. Красота. Я напоследок, если мы вдруг завтра уедем уже, потому что со всеми своими запретами, немножко это... Хочется уже домой. И она рассказала, что в этом отеле-ресторане есть и сауна панорамная, и бассейн, вид на эти горы, вид на большую речку. Я на этой речке всегда летом гуляла по речке, потому что я люблю по речке гулять. Это фэншуй, это позитивная аура. Всё-всё смывается. Вот кто не верит, можете не верить. А я во всё это верю, что природа очищает. Смотрите, какой домик, как будто из сказки. Сейчас я подойду к их маленькой церквушке напоследок. Но вы видите, какое небо при закате. Боже мой, какой-то мужчина идёт. Видите, какие цвета красивые. Да-да. А вот это вот маленькая церквушка. Сейчас мы её посмотрим. Даже можно будет, наверное, зайти внутрь, посмотреть. Девчонки, конечно, это всё время, как всегда, как всегда, идёт это. Потому что некоторые не хотят, чтобы их снимали в лицо. Вот она церквушка. Сегодня я буду крепко-крепко спать после такой прогулки. Да, морозец есть. Коченеют пальцы. Ой. Что-то слишком много машин. Нет, она рассказала, что, оказывается, некоторые отели были открыты. Я думала, все отели закрыты до 7 января. А, оказывается, некоторые отели открыты. Где-то 4 отеля открыты. Ой, у меня заканчивается батарея. Я хотела вам показать вот эту вот напоследок церковь. Пусть машина проедет, смотрите. Так. Напоследок, пока батарея не закончилась. Хочу, если открыто, показать. Ой, смотрите, какой сугроб. Они ледяные стали, эти сугробы. Я сегодня пальцем прямо поранилась. Слава Богу, чуть-чуть. Так, посмотрим, что здесь. Вот так вот. Вход в церковь, конечно, она закрыта. Оферта Санкт-Антонио. Да, конечно, она закрыта. Ой, как бы опять не упасть. А, это Санкт-Антонио, девчонки, по-моему. Всем счастья и добра, фортуны, здоровья. Что всё у вас было красиво, как в этих горах. Что всё было красиво, как в этих, как картина Диам Пеца. Оферта Санкт-Антонио.